Как допомога и диагностика были своечасовыми, в Гомельском областном диспансере спортивной медицины появился новый автомобильный медкомплекс. Такий подарок до Нового года в установе и спортсменам сделал областный законодательный комитет. Какие мощности появились у медиков, благодаря этому транспорту, и как за год обновилась техническая база диспансера, расскажут наши корреспонденты. Ренат может стать спортсменом, трапеть на олимпийские гульни и обовязковые перемогчи. А по колью он учится у одной из гомельских школ и занимается плаванием. Хлопчик доброведае, что для занятка спортом треба быть здоровым. Тому пришел разом с матью в Гомельский областный диспансер спортивной медицины на обследование. Их каждый, кто занимается в спортивных школах, должен проходить двоечный год. Я хочу стать спортсменом, чтобы хорошо плавать и ездить в Москву на соревнования. Кожный день у диспансер приходит до 100 пациентов. Сейчас тут есть литерально все высокие специалисты – лорни, уролог, офтальмолог, хирург и другие. У всех прикладно три десятки урочков. А в штате коля сотни медработников. В установе можно и анализы сдать, и ультрахуковое доследование пройти. А селета тут появилось новое обстановление, а значит и махчимости для диагностики и реабилитации спортсменов значно поширились. Например, салон медицинских автомобилей, обсталеванный дыхательной аппаратурой, дефибриллятором, носилками трех видов для оказания экстренной меддопомоги и доставки потерпелых у лечебной установы. Кроме того, снова же за сроки, выделенные облвыконкамом, набыли биохимический анализатор, ультрахуковый сканер экспертного класса и шмот іншей медицинской аппаратуры. Приобретены аппарат холтеровского мониторирования, который позволяет в течение суток записывать показания электрокардиограммы, артериального давления и пульса от спортсмена только или от пациента. Требуется только вести дневник, с чем он занимается в это время. Приобретена кабинет офтальмолога щедливая лампа, дорогостоящая оборудование для определения остроты зрения и других заболеваний глаз. Ну и приобретены другие медицинские оборудования для реабилитации приобретенного оборудования. У новый дом по улице Песина диспансер переехал прикладно по угоду тому. Шарговая мара отримать больше махчимостей для реабилитации спортсменов. Утим леку при допомозе водных методов, таких, як душ шарко, инфрачервоная сауна и других. Уже и подыходящее помешкание мается, а для всех это каштой великих грошей. Уличываючи, что самые важные инвестиции у здоровья наших людей, будем сподзеваться, что ожидания, загаданные перед Новым годом, обовязково здействуются. Марина Джала, Евгения Кухаронак, Валерия Хапанько, телерадо и компания «Гомель».